всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале спасибо большое что выбрали это видео для просмотра сегодня я постараюсь рассказать вам о молдове когда полыхнет полых нет ли и по каким причинам я хотела бы поблагодарить отдельно всех тех кто принимает участие в голосовании ну конечно голосование изначально я начинаю в телеграм-канале нас там уже больше людей собирается потому если хотите пожалуйста присоединяйтесь и самые актуальные вопросы с телеграм-канала я приношу в youtube и в ю тубе уже голосуют все остальные но лидирующую позицию занимает дональд трамп но насколько я понимаю молдова сейчас просто на пике всех новостей а про дональда трампа я успею сделать видео обязательно и перейду к молдове есть две даты одна дата 23 июня 1990 года но примерно с 11 до 11 30 когда был объявлен суверенитет в кишиневе а вторая дата это провозглашение независимости которое произошло в молдове 27 августа 1991 года с 11 37 до 11 52 до момента провозглашения независимости республикой молдова был уже конфликт который начался между молдавскими и приднестровскими властями конфликт начался в 1989 году и закончился в 92 а провозглашение независимости приходится на 27 августа 91 то есть в момент провозглашения независимости на территории молдовы проходили военные действия которые закончились несколько позже того как молдова была провозглашена независимой почему я здесь так долго описываю эту ситуацию я рассматривала оба варианта и 23 июня 90 года и 27 августа 91 года но здесь вы можете поставить на стоп и еще прочитать об истории этой страны или открыть википедию и прочитать об истории молдовы я сейчас перехожу непосредственно к демонстрации натальной карты вот молдова на 1990 год как если бы она образовалась и мы с вами видим что асцендент стоит знаки зодиака дева а дева это что дева это умение четко ставить перед собой задачи и четко их выполнять то есть это такая исполнительная такая молдавская республика до страна исполнителей страна какая земная до дева это страна агрария то есть аграрная страна где можно выращивать виноград например другие культуры я знаю что а народ да вот как как видят страну что на страна и с народом который там живет они все очень трудолюбивые да и поступательный то есть четко выполняют то что ну свои обязательства до четко выполняют закон потому что дева и меркурий это вот какие-то правила свод законов и мы видим что здесь меркурий стоит знаки зодиака близнецы вообще в своем знаке он управляет близнецами то есть по большому счету надо бы сказать что ну все хорошо в молдове то и давайте перейдем к девяносто первому году и мы видим что асцендент страны стоит знаки зодиака скорпиона что такое скорпион это как раз таки военные действия то есть страна образовалась тогда когда еще велись военные действия кстати и как видят эту страну до эту страну до сих пор видят как страну которая так или иначе управляется военными а почему потому что мы читаем боевые действия удалось прекратить благодаря вмешательству россии и благодаря присутствию на территории приднестровья российских вооруженных сил до сих пор а данное видео я снимаю 5 мая 2022 года то есть мы с вами поняли что эта республика она под неким кризисом под некой воен военщиной под экстримом и под риском да потому что там до сих пор присутствуют военные войска которые сдерживают некий замороженный конфликт и вот вы знаете я конечно очень детально изучила обе карты молдова на 90-й год вот на 90-й год как если бы в 90-м году молдова родилась ну вот вызывает у меня вопросы конечно некоторые события совпадают некоторые но мне больше нравится вот карта на 27 августа 1991 года и на 11 28 я ставлю асцендент вообще в самых ну в первом градусе знака зодиака скорпион я не буду здесь долго уделять этому вопросу внимание потому что это ректификация люди которые занимаются астрологии поймут если меня смотрят сейчас коллеги у них есть другое мнение то конечно я открыта к вопросам по этому мнению но так как я работаю одна то помощников у меня нет естественно я понимаю все так как я это вижу и видим что народ а луна это всегда народ молдовы стоит знаки зодиака рыбы и то есть вы знаете под таким давлением вот с одной стороны то конечно хорошо было бы если бы эта луна стояла в рыбах но при этом бы в каких-то хороших аспектах с хорошими соединениями с другими планетами но здесь оппозиция от марса то есть народ всегда в состоянии экстремального экстремальной готовности готовности к чему-то да и если мы внимательно посмотрим на историю этой страны то мы с вами увидим что в девятом году в 2009 всполыхнули массовые беспорядки в 2015 году украденные миллиорды миллиарды долларов да из банков страны то есть а кем до лидеры правящих партий ну то есть спокойной жизни народа в молдове никак назвать нельзя опять же в девятнадцатом году возникло двоевластия и я кстати посмотрела да это двоевластия это было при участии херона между нами говоря и херон это такая такой ключик до от некоторых дверей вот к этому подходит к этим дверям и к этому подходит вот она двоевластия возникши то есть не это все очень вообще понравилось и не понравилось в смысле что я рада за молдову что у них вот это возникло а когда я ректифицировала и я понимаю что вот этот момент здесь проявляется следующим образом то есть для меня это как для человека который занимается астрологии кузна к уже да ну и мы сейчас с вами проживаем 2021 22 годы и понимаем что энергетический кризис и беженцы и все это указано в этой натальной карте которую я беру за 1991 год и мне эта карта нравится больше чем натальная карта 1990 года на момент когда был объявлен суверенитет самый главный вопрос на повестке дня сегодня это не рассказать о молдове хотя вы знаете мне бы хотелось рассказать о сегодняшнем лидере молдовы мае санду для того чтобы понимать какой пришел лидер какой руководитель пришел в эту страну необходимо создавать совместимость гороскопа страны и гороскопа лидера который пришел в эту страну править да и я сейчас тоже про мою санду не хочу долго рассказывать но мне было бы интересно как ее гороскоп ложится вот к тому гороскопу который я сейчас вам только что показала если вам это интересно то вы мне пожалуйста говорите в к пишите в комментариях потому что я могу сделать видео для меня это трудоемкая работа тоже да это не просто так играючи это как кажется что играючи на самом деле это это аналитика то есть я долго сижу если вам интересно если я сейчас увижу лайки вот вы сейчас под молдовой поставите если я увижу какой-то отзыв о моей работе кстати ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а также подписывайтесь на мою группу в телеграме мы очень много чего обсуждаем в телеграме и предков наших вот сейчас конкретно идет подготовка к 9 мая мы обсуждаем тех кто воевал за советскую родину и защищал нашу страну от фашистских захватчиков и мы очень много чего рассказываем друг другу делимся поэтому пожалуйста приходите подписывайтесь именно на группу я здесь именно в группе создаю сначала опросы и потом эти опросы уже переношу в youtube то есть у нас даже формируется такое общественное мнение и также в контексте республики молдовы мне очень интересен вот этот мужчина александр калинин он свое время баллотировался на пост президента его не утвердили как одного из кандидатов на пост президента но вообще очень активный такой человек это же мне было бы интересно посмотреть а если бы он был президентом насколько бы он влиял на молдову и к слову сказать я для себя рассматривала его гороскоп у него есть все шансы стать лидером своей страны прям вот в данный момент 2002 2000 2022 2023 2024 годы для александра калинина очень активные я пожалуй даже спрашивать у вас не буду я просто сделаю о нем видео я хочу чтобы это видео было на моем канале такой анонс да на будущее но вернемся сейчас к гороскопу и я сразу вас погружу в прогностические техники начну свой прогноз 24 февраля 2022 года это начало операции военной операции российской федерации на территорию украины и после того как началась эта военная операция в кишиневу на территорию молдовы пришли беженцы с чем это связано давайте с вами разберемся но во первых беженцы это всегда миграция эмиграция это юпитер и нептун давайте посмотрим как стоит нептун и юпитер по отношению гороскопу этой страны прежде всего посмотрите меркурий это вообще знак передвижения это знак переездов на близкие расстояния стоит знаки зодиака водолей на этот момент и он в общем то стоит соединение с сатурном одни 10 назад этот меркурий стоял соединение с сатурном то есть он его тронул этот сатурн да и сатурн это давление это терпение и тут еще в квадратуре с асцендентом а асцендент это что это собственно говоря страна до тела страны как если бы мы рассматривали человека то есть территория страны на которую что делают вот-вот должны прийти люди до некая готовность для того чтобы пришли люди если вы помните особенно часто в средствах массовой информации в ю тубе вы вообще в интернет пространстве люди на чьи территории пришли беженцы они очень серьезно жаловались на неподобающее поведение и тут мы видим как юпитер соединяется с солнцем а потом этот же юпитер подходит к нептуну а что такое юпитер и нептун это эмиграция эвакуация то беженцы и эти люди да вот эти потоки социальные потоки не один какой-то человек пришел вот они пожалуйста совмещаются друг с другом и ведут себя неадекватно несмотря на то что они находятся в общем то у себя на родине все у себя в знаке зодиака рыбы не не на родине на территории а управляют знаком зодиака районе у себя дома и это вызывает вот такой вот бурную неадекват бурная неадекватное поведение а почему а потому что еще посмотрите луна знаки зодиака рыбы у молдаван да у молдовы а это народ и народ молдовы сталкивается с иностранцами и с негативными их проявлениями почему потому что сатурн вот он сатурн который к слову сказать отвечает за передвижение тоже это третий дом и за родину род традиции стоит сейчас водолеи в 2022 году и очень серьезно ссорится вот с этими планетами в знаке зодиака лев в гороскопе молдовы то есть это оппозиция что здесь такого у молдовы стоит посмотрите юпитер это те же иностранцы тоже иммиграция но это еще экспорт-импорт но мы сейчас не про мир вот меркурий а это тоже передвижение до венера это деньги то есть прибыль какая то есть в стране от того что сюда пришли беженцы да нет одно разорение то заехали в чью-то квартиру размалевали стены украли телевизор кроме того то там еще что-то натворили то то сказали что у вас еда плохая нам не нравится то пришли до язык меркурий это язык общения пришли в молдову сказали вы почему это с нами на русском говорите люди возмущались а на каком же еще языке ну мы конечно можем на молдавском ну как же вы нас поймете ну то есть очень много вот таких проявлений неадекватных и почему еще еще терпеть это приходилось вот он сатурн это терпение да это ты то есть новые пришли люди конечно не все такие плохо себя так вели да и ведут по отношению к местным жителям пришли ведь и те люди которые реально а тепло относятся к теплому приему тепло относятся к тому что их встретили и с благодарностью относятся вы знаете таких людей гораздо больше так что то что рассказывают может быть 30 процентов ведут себя вот так вот огуль надо остальные очень-очень с таким стрепетом просто от к местным жителям вообще вот просто спасибо вам украинцы что вы очень многие так себя можете вести по отношению к тем людям которые вам помогают и естественно это не все да извините если кому-то может быть обидно и вот она молдова принимает их да еще и терпеть приходится то есть терпеливо до делиться своим своими ресурсами нужно потому что венера это про ресурсы а почему почему пришли люди в молдову почему по какой причине посмотрите здесь плутон в соединении с марсом это транзитная техника это то что мы сейчас видим нам на небе ну не сейчас на момент 24 февраля 2022 года здесь был марс до в соединении с плутоном да это все было пусть и в трине до 3 на это казалось бы хороший такой аспект аспект помощи но посмотрите здесь ведь это все энергия на ну просто сконцентрирована до в одном месте чтобы выстрелить и она выстреливает на этот марс в знаке зодиака дева в самой стране в молдове кстати марс в знаке зодиака дева указывает на то что народ работящий и народ конкурентоспособный может умеет продавать свою продукцию но здесь это еще и вызывает у некоторых жителей молдовы возмущение почему потому что вот эти вот собранные в кучу планеты на небе они давят на луну не смотрите что это секс стиль по большому счету это аспект дружбы вот эти планеты они нагнетают здесь и плутон и марс еще и венера собралась да то есть давят на на народ на на луну но это что касается транзитной техники давайте сейчас перейдем в символические дирекции я их очень люблю довольно точная четкая прогностика по большому счету вот все что я только что описала в транзитной техники касается и символических дирекций но здесь вот кучка планет которые собрались знаки зодиака дева в конце это и меркурий это и венера это и юпитер соединяются с марсом марс это планета воинственная и в оппозиции к луне то есть к народу да а юпитер это иностранцы а меркурий это передвижение общения почему возникает терке да потому что видите ли некоторым украинцам не знаю не нравится русский язык на котором с ними приходится общаться молдаванам до молдаване они кто-то знает русский язык а кто-то вообще ну давайте на молдавском скажу что же раз вы так хотите и венера это что это ресурсы ресурсы какие сейчас и куда они уходят на какие-то военные на иностранцев из-за каких-то военных действий вот он пожалуйста марс военные действия юпитер это иностранцы смотрим уже на 2023 год символический сатурн который зашел знак зодиака рыбы он стоит в оппозиции по отношению к солнцу а солнце это правитель помните я вам говорила про александра калинина что у него есть все шансы стать лидером своей страны я буду рассматривать его гороскоп я вам покажу почему я так решила и вот лидером страны он может прийти не на гармоничных аспектах а вот именно на кризисных а здесь лидер страны который уже присутствует в молдове там моя санду она получает очень хорошего пинка от сатурна пинок этот от сатурна на прочность вот выдержишь или не выдержишь сатурн это терпение а будет у нее терпение выдержать ту нагрузку и эта нагрузка это ответственность то нагрузку и ответственность которая на нее ложится на маю санда санду вот вопрос а откуда эта нагрузка из четвертого дома то То есть из дома народа, традиций, народ и традиции, они спросят со своего лидера, ну а что там дальше-то, да? Как там дальше? И этот лидер стоит где? В десятом доме, то есть в доме власти. Не просто с Майи Санду это спросят, а спросят, в принципе, с тех, кто сегодня у власти. Ну что там? Ну как? И вот сможет она это всё вынести, это преодолеть или нет? Если я правильно сделала ректификацию, то Луна находится в символической дирекции сейчас в 28 градусе знака Зодиака Овен на выходе из знака Зодиака. И мы с вами понимаем, что вот эти процессы довольно экстремальные, которые идут в стране, они должны через 2-3 года закончиться, потому что Луна перейдёт в знак Зодиака Телец, а Луна здесь в экзальтации, то есть она здесь управляет. И вот более-менее устаканится всё это тоже в 2024 году. Но я хочу сейчас показать вам, как это выглядит в динамиках, потому что динамики вы, знаю, очень любите и вам более понятно. Я построила здесь графики фактически с самого начала, где-то с 93-го года, и мы с вами видим вот кризисные моменты 2005 и 2006 годы, очень хорошо вырисовываются. Это было эмбарго России на ввоз вина молдавского. Боже мой, это какое вино вкусное! Вообще я помню его с очень раннего времени. Я помню ещё мои родители пили молдавское вино. Это было для них что-то вот сродни какому-то заморскому напитку. И потом мы уже когда выросли и могли употреблять алкоголь, я тоже до сих пор очень люблю молдавское вино, очень классное. Я в Великобритании живу, здесь есть магазины с продуктами из бывшего СССР. То есть, ну, я покупаю, мне очень нравится, реально я люблю. И вот 2005-2006 год, видите, здесь обозначены вот такие вот эмбарго. И мне это, как астрологу, подсказывает, что, да, я на верном пути, то, что я сделала, то, какую ректификацию я сделала и какую карту я выбрала, для меня это подсказка. Посмотрите 2009 год, когда деньги были украдены, да. Вот здесь вот в 2009 год идет накалка, вот накалка страстей, да, и в 2010 году, когда люди поняли, что их обокрали, их же собственные власти, да, и так далее. И посмотрите сейчас, 2022 год, вот зеленая кривая, красная кривая. Кстати, понимать легко, красная кривая – это накалка обстановки, это кризисные ситуации, зеленая, там, где можно расслабиться. Ну, это я повторяю для тех, кто впервые, может быть, смотрит мои видео. Итак, здесь вот 2021 год, вот видите, да, спускается красная кривая. Казалось бы, вот должно же все устаканиться, но нет. Идет 2022-2023 год, и видите, 2023-2024 год. Вот здесь вот очень серьезный кризис будет в Молдове. Конечно, хотелось бы пожелать только самого доброго, самого хорошего. Я проговаривать, каким может быть этот кризис, не буду, но, судя по карте, есть указания, что может быть и бунт народный, и восстание, и экстремальные ситуации. Ну, так вот, мягко, обтекаемо, для Ютуба и для Яндекс.Дзен я это, пожалуй, озвучу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, задавайте вопросы. Если кому-то интересна астрология, приходите к нам в группу. Я желаю всем мира добра. Я за звездный позитив. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Продолжение следует...